Губернатор еще во вторник отчитался о своей работе в 2014 году перед Законодательным собранием региона. За два дня парламентарии информацию обдумали и подготовили Павлу Конькову свои вопросы. Единую Россию интересовало, как глава региона собирается информировать население по вопросам, связанным с оптимизацией бюджетных средств. Павел Коньков пояснил, соответствующее поручение уже дано Департаменту внутренней политики и просветительская роль будет возложена на прессу. Либерал демократов тревожит ситуация с аварийностью на дорогах, интересует возможность строительства в Иванове подземных переходов. Прежде всего это касается подземного перехода на станционный. С другой стороны, мы все должны отдавать себе отчет, что сегодня подземный переход это вещь достаточно дорогостоящая. Во всяком случае, если говорить, стоимость этого перехода это около 60 миллионов рублей. Мы должны понимать, что город он насыщен подземлей и коммуникациями и всем. Я думаю, что надо совместно с общественностью, и я просил это сделать, посмотреть, где бы архитектуру не испортили надземные переходы. Один из вопросов коммунистов касался возможности использования копии Знамени Победы в торжественных мероприятиях Ивановской губернии. Сейчас это запрещено, однако губернатор пообещал продолжить работу в этом направлении. Ему бы тоже хотелось, чтобы не только города-герои, но и трудовой тыл обладал таким правом. В целом же, когда лидерам партии предоставили возможность оценить выступление губернатора, коммунисты отчет раскритиковали. Мало чем отличался от предыдущих. Все те же мажорные ноты при озвучивании планов на будущее и все более нарастающий минор при подведении итогов по реализации предыдущих планов. Фактически все направления деятельности правительства были освещены, но в очередной раз не прозвучало ни слова о коррупции, которая, по нашим оценкам, стала системной и носит чудовищный характер. Пессимистично настроены и либерал-демократы. Высказались о росте цен на продукты и о новом порядке оплаты услуг ЖКХ, где организации-посредники взимают 2% суммы платежа. Одна семья переплачивает теперь 150-200 рублей в месяц. В результате вмешательства прокуратуры области сейчас поставщиков услуг обязали иметь свои собственные кассы, где на первый взгляд можно заплатить им без этих грабительских процентов. Но это лишь на первый взгляд, так как еще 2% остались заложенными в саму сумму платежей. Объяснение одно. Якобы их крайне трудно оттуда вывести. Замечу, что заложили их туда, как всегда, с необычайной легкостью, не сочтя нужным уведомить об этом плательщиках. Критику в свой адрес губернатор воспринял спокойно и уже в общении с журналистами рассказал, как правительство намерено вести себя в кризис. Все признают, что продовольствие, инфляция, она опережает эту общую инфляцию. Мы, безусловно, будем стараться с ней бороться и административными путями, и привлекая ФАС. Потому что знаем мы прекрасно, что наши уважаемые малые бизнесмены, они порой в ситуации инфляции повышают цены без экономических обоснований. То есть затраты не растут, а цены как бы растут. Экономисты прогнозируют пик инфляции на июнь 2015 года. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.